Вопрос такой. Вы упомянули, что у вас с вашей командой есть видение о существовании калининградской экономики как острого нервного, то есть в ближайшем перспективе. Могли бы как-то поподробнее рассказать о том, как вы видите ситуацию касательно людей, которые сюда приезжают, что будет с кадрами, что будет касательно транзитов и какие вообще будут изменения в этом плане, чего не было до этого. Хорошо. Ну смотри, неблагодарное дело, но давайте я слегка изложу вам наше видение. Китайцы в таких случаях рекомендуют опираться на твердое. А что у нас твердое? У нас твердое климат. Он же твердый, он же не поменяется. Максимум-то мы будем там за 50 лет на полградуса клеять станем. Что у нас еще твердое? У нас комфортный город. Прям сильно комфортный. Полумиллиона это город, в котором уже много чего есть. И нормальная медицина, и культура, и дороги, и рестораны, и торговые центры. Еще он такой в глазах многих, кто сюда приезжает, такой очень европеизированный, потому что мы тут жадуемся на пробки. Но для москвичей, когда они видят нашу пробку, мы останавливаемся на Невского. Как там, извините, пробочка там 10 минут. Сколько? Это не пробочка, 10 минут. Да, то есть ты едешь. Поэтому у нас очень комфортно, это твердое. Смотрите, да, понятно, что надо дождаться, пока мы приземлимся. Есть такой прекрасный анекдот про двух альпинистов, которые, значит, ползут в гору, один срывается из сцепки, и второй ему кричит, Серега, ну ты как там? Руки-ноги целы. Тот ему снизу кричит, целый, я еще лечу. А мы еще летим, мы еще не приземлились. И понятно, что пока не закончится горячая фаза, специальная военная операция, у нас еще будет много приключений. Но всегда вы, как предприниматель, обязаны исходить из чего? Надеясь на лучшее, готовься к худшему. Мы готовимся к худшему, полный благодетранспортный. И это, конечно, очень полезный удар. На сегодняшний день логистика морская не справляется даже с тем объемом, который есть. А если на него добавить 240 фур, которые сегодня идут еще по суше ежедневно через Литву, то будет, ну, необычайно сложно. И вот в этот период могут быть много негативных факторов, например, ток людей из территории Калининградской области. Но когда это завершится все, раньше или позже, мы все равно придем в худшем варианте. Вот к тому самому канарскому варианту, когда два парома ежедневно выходят из Испании, и два парома выходят там, значит, с Канар. То есть это вот просто вот так вот. Это просто история про 50 тысяч рублей и полтора-два-три дня там, в зависимости от погоды, по морю. Ну и Калининград останется твердым, он останется комфортным, в нем будет тепло, вот в нем будет море, в нем будут сосны, дюны. Так или иначе будут кафе, рестораны вкусные и магазины. Только это будет, ну, когда все завершится. Когда все завершится, мы не знаем, но это только в руках божьих. Вот. Это твердое. В связи с этим, как бы, какие выводы можно делать? Наверное, сейчас с точки зрения рационального ведения бизнеса нужно ограничивать новые инвестиции. Вот. Наверное, в настоящий момент не будет притока беженцев. Хотя мы тут получили удивительное для себя резюме людей из Брянской и Курской области. До этого были в основном Кемеровские, значит, Архангельские, Мурманские, Сахалинские и Камчатские. Тут появились вдруг люди из, значит, южных регионов России. Они справедливо посчитали, что, значит, конфликт с использованием обычных вооружений на территории Калининградской области невозможен. Потому что конфликт военный здесь, может быть, только со стороны НАТО, и он, естественно, быстро превратится в Третью мировую войну. Ну, от нее, собственно говоря, нам с вами не спрятаться. И без разницы, где ты будешь в ней участвовать. Вот. Поэтому, если отринуть катастрофический сценарий, то нас ожидает... Ну, турбулентность это мягко, да? Нас ожидают, ну, какие-то крайние непростые периоды. Знаете, да? То есть, что многие предприятия, которые создавались в режиме особой экономической зоны, под сотрудничество с европейцами остановились. И у них, ну, прям тяжелые перспективы. То есть, они его закроются полностью, либо переедут в Россию. Вот. Но сельское хозяйство будет жить. У нас тут идеальное усвоение для молочного животноводства. Вот. Знаю, что Романов, да, то есть, продолжает инвестировать, да, то есть, в многие большие, многобиллиардные проекты на сегодняшний день. То есть, сельское хозяйство будет. Туризм восстановится, рекреация восстановится. Вместе с ними восстановится, что миграция внутренняя российская, восстановится жилье. То есть, строителям сейчас нужно протянуть какое-то время, да, то есть, пока вот это вот состояние, да, то есть, как бы невроза на рынке, да, то есть, как только оно закончится, люди опять поедут. У нас комфортно. У нас комфортно. Более того, я же говорю, что сейчас как раз южные регионы, вот, они выглядят некомфортными, некомфортными на перспективу. Потому что Палестино-Израильский конфликт продолжается уже много-много десятилетий и будет продолжаться долго и бесконечно, да. И на юге у нас, наверное, будет долго неспокойно. А к Калининграде, скорее всего, будет спокойно. Просто нет опции съездить в Данис на выходные. Поэтому и структура миграции слегка поменяется. Ну, то есть, те, кто покупал квартиры из категории «приличу», сгоняем в Берлин, ну, как бы вот такой опции не будет. Лет 10. Но лет через 10 все равно как бы все наладится, потому что санкции, которые сегодня европейцы против нас включили, они как бы абсолютно иррациональными. У экономистов, у бихеверистов есть такой клевый эвфемизм. Ограниченная рациональность. Чтобы не говорить, что человек дурак, нам придумали красивый экономический термин. Ограниченная рациональность. Ну, то есть, что сделали европейцы? Вот, ограниченная рациональность. Они запретили нам продавать сырье. Сырье. И запретили нам покупать у них продукцию в высоких переделах. Ну, то есть, всегда что делали предшественники? Ну, как бы. Вот сейчас у ребят победила чистая политика, поскольку пришли все руководители европейских государств, они все пришли антироссийские, будем еще называть, то есть, победила все-таки социальные медиа, то есть, социальные медиа позволили поменять власть во всех европейских странах. Еще не так давно у нас были, ну, в общем, в целом, пророссийские, там, Меркель, да, то есть, Перлускони, вот, французский президент, Господи, на Бог памяти, Саркози, да, то есть, как бы, были совсем другие люди. Но американцы смогли сначала оттяпать Англию от Европейского Союза, потом поменять, да, то есть, в Европейском Союзе власть, поставить людей лояльных Соединенным Штатам Америки, но сейчас смогли вообще создать большой такой, как бы, конфликт в Европе. Вот. Но раньше или позже все вернется на свои круги, на круги своя, потому что экономика скажет свое резкое слово, и политика обмена бус на золото, она вернется. То есть, нам разрешат продавать сырье, и будут нам продавать, естественно, бусы, машины, самолеты, тряпки. Ну, потому что сегодня все, что делают европейцы, выглядит, ну, крайне иррационально, и это вредно для их экономики, больше, чем для нашей. И раньше, позже они это подмут, и ее изменят. И в этой связи границы через какое-то время откроются, ну, может быть, до 10 лет. Вот. А мы тем временем разовем внутреннюю экономику Калининградскую, чтобы они к нам начали ездить. Погреться. Все, коллеги, спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.